Слушайте ящерицу. Она заткнулась. Я же не могу за ящерицу кричать. Смотрите, какой захват. Но она вот так вот, которая говорит, ху-ху. Ху-ху. Кота не птица. Не птица. Это она тупая здоровенная ящерица. Обалдеть можно. Может покричит еще. Это необычный. Да, вот здесь каждый закат необычный. По-своему. Луна почти не видна. На самом деле это молодой месяц, а не луна. Я немножко не успела показать вам закат. Покажу, что осталось. Он сегодня спокойный, без ярких красок. Но может быть оно и неплохо. Ящерица больше не кричит. Удивительно, но факт. Приходится все время смотреть под ноги. На всякий случай. Чтобы не наступить на какой-нибудь... Представляете, они действительно огромны эти ящерицы. Не поняла. В общем, вот. Вьетнам. Совсем не с парадной стороны показываю. Но я иногда гуляю совсем не по парадным местам. И даже вьетнамцы иногда. Ну, потому что мне хочется показать вам небо, а не загороженное что-то зданиями. И даже вьетнамцы сами спрашивают. Типа, куда вы идете? Ну, типа, может я заблудилась. И так далее. Нет, я не заблудилась. Ну, вот. Благодаря моему чуду коту. Вот. Я научилась шариться по таким помойкам. Ха-ха-ха. Вот. Какие вещи. Такая туманная луна. Интересно. Какое дерево отсюда сейчас. Не видно. Видно, что нет амарины. Точно. Амарины резные листики. Что-то цветет. Летают ласточки. В общем. Завтра будет 10 декабря. А сегодня? А сегодня 9. До Нового года осталось всего лишь 3 недели. Так что всех с наступающим Новым годом. Уже очень скоро. Буквально меньше, чем через 2 недели. Будут первые туры от Анакса и Пегаса. На двоих от 143 тысяч рублей. Ну и в общем до бесконечности. Все зависит от того, что вы для себя выберете. Вот. Конечно, тут есть совершенно потрясающие отели. Я услышала, что есть даже такой отель, где ночь на этой вилле стоит 7 тысяч долларов. И там будут личные дворецкие, блюда всякие и так далее и так подобное. Но я не думаю, что 7. Ну в общем, на самом деле, чего думать? Если такое предлагают, значит кому-то это нужно. Красивое небо. Очень люблю смотреть на закатное небо. Знаете, это неисправимо. Да и не надо это исправлять. Мне всегда нравилось с детства смотреть. Смотреть просто в небо. Оно классное. Всегда. Раньше в нем летали ласточки. Вы представляете, здесь тоже летают ласточки. Ну это, конечно, другая земля, другая природа. До ласточки ведь летают. Краски на небе хороши. Не знаю, конечно, вряд ли их передает сильно мой телефон. А у меня, я даже не знаю, как решиться об этом сказать, но реально очень печальная ситуация. Собирала, спасибо вам огромное. Собирала сыну деньги на лекарства. И практически пришлось... В общем, мы их сразу перевели в Ханой. Вот. И они лежат. Они никуда не делись. Но на аптеку покрутила фонарики и сказала, что лекарства нету. Ну, оно будет, но через несколько дней. Теоретически оплата при получении. То есть деньги лежат у человека, который должен это лекарство выкупить. Я их туда перевела. Они туда переведены. Но лекарства нет. Лекарства купила сегодня за наличный расчет. Мне привезли. Я уже не представляю, какие гигабайты на вьетнамском языке переписки. Я не ожидала от себя таких способностей. Вот. Ну, в общем, вот пришлось. Короче, мне не на что все это будет отправлять. Я размещу пост. Действительно, жизненно важное лекарство для моего сына. Действительно, в России есть такая вещь, как импортозамещение. Вот. Поэтому предлагаются аналоги, которые он уже перепробовал. И на них, ну, мягко говоря, он не очень хорошо себя чувствует. Здесь, в Вьетнаме, 8 лет жил на другом препарате. Все было очень, очень хорошо. Но у моего сына проснулась тоска по родине. В общем, вот, помогите, пожалуйста, по возможности. Я размещу телефон сына и номер его карты. Отправлю, как будет на что отправить. Не хватает. Потому что, судя по всему, лишним оно не будет. Это жизненно важное лекарство, которое он принимает постоянно. Вот. Ему осталось, я не знаю, 8 или 9 у него капсулы осталось. Будет принимать их через день, пока не придет посылка. А вообще, ему надо 2 в день. В целях экономии он принимал 1 в день. Ну, в общем, это все достаточно грустно. Я оставлю свой номер в WhatsApp. Это правда проблема. Прошу помощи. У всех, кто может. Спасибо. Извините, что вот начала с неба. Ну, красивое небо, понимаю. Ну, вот такая ситуация. Отправила оплаченные посылки сегодня в Москву. Ну, вот кто заказывал в Москву. Еще, по-моему, в Красноярск. Ну, с того плюсу, который с этих посылок, ну, реально, как бы, в общем, вот. Я несколько месяцев не могла сюда посылку отправить. Как есть, так и говорю. Спасибо. Простите. Спасибо. Спасибо. Спасибо.